Дай почитать. Юристы, необычайно интересные судьбы. Честно, по накалу страстей и слов, продолжение Достоевского. Впечатление от этой книги осталось на всю мою жизнь. С тех пор я ищу подобную книгу и не нахожу. Приобрела речи Анатолия Кони. Как-то мы, дорогие слушатели, говорили об этой книге. А теперь попалась мне небольшая книжечка в 300 страниц Фёдора Плевака «Самые яркие речи». Состоит из трёх частей. Речи на уголовных процессах – всего восемь. Речи на политических процессах – три. И забавные небольшие истории в части третьей. Юмор как оружие защиты. Безусловно, смешно пересказывать речи. Их нужно читать, следить за движением мысли, структурой, подбором лексики, поразительным психологическим анализом и невероятной силой воздействия убеждений. Потрясающий эффект. Хотя сам Фёдор Плевака, по свидетельству современников, был неуклюжим, имел калмыцкое лицо, широко расставленные, раскосые глаза, редкую бородку, низкий рост и тихий, пришептывающий голос. Но свои речи он зачитывал с такой мощью, искренностью и убедительностью, что стены дорожали. Он был самым дорогостоящим адвокатом, зарабатывал баснословные деньги, но жертвовал немалые суммы детям, сиротам, нищим, рабочим, бедняками, инвалидам. Слушать его выступления в суде приходили сотни тысяч людей. Не зря столичные газеты в те времена писали о трёх достопримечательностях Москвы – царь Пушка, царь Колокол и Фёдор Плевака. Первую свою защитную речь он произнёс, будучи крохотным младенцем. Его отец из рода обедневших дворян горячо обожал свою гражданскую жену Калмычку и не состоял с ней в законном браке. Все времена это был страшный грех и приравнивался чуть ли не к проституции. Несчастная женщина решила свести счёты с жизнью. Но крохотный Фёдор так громко и убедительно протестовал, что отговорил мать от такого ужасного поступка. Плевака отличался исключительной памятью, пытливым умом и широкой эрудицией, а ещё невероятной добротой. Он часто произносил на своих выступлениях цитату из Библии, потом высеченную у него на надгробии. Не с ненавистью судите, а с любовью судите, если хотите правды. 12+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать!